Трепанга, Тихоокеанскую устрицу, Приморского и Японского гребешка и, что нас сегодня особенно интересует, мидию можно ловить повсюду в акватории Приморья. Но для промышленных масштабов производства таких деликатесов в регионе созданы специальные морекультурные хозяйства. Одно из них расположено на острове Русский в бухте Воевода. В плавучем здании располагаются и офисные кабинеты и цеха. Технология отработана до тонкостей. Эта мидия росла на специально вывешенных веревках два года. Личинки мидии засыпают в хлопковый чулок и вешают на канат в море. Чулок через месяц растворяется и остается висеть только мидия. Затем канат созревшими моллюсками проводят через специальную машину. Здесь ракушки снимают с веревочной основы, разделяют, промывают и сортируют по размерам. Минимальная это в основном та мидия, которой нет двух лет. Это скорее та мидия, которая в прошлом году тоже осела на эту веревку, ей год, но она росла вместе с этой мидией. Поэтому мы ее отделим и вновь опустим в воду на доращивание. А та мидия, которая уже достигла длины раковины 4 сантиметра, она уже считается товарной. Добывать товарную мидию начинают сразу после схода льда. Сейчас она полная, содержит много мяса и полезных микроэлементов. В конце мая добыча останавливается из-за нереста. Большое количество этих моллюсков отправляется в те заведения, которые участвуют в фестивале мидий, чтобы поддержать программу развития дальневосточной кухни. Цель которой – сделать Владивосток, Приморье, да и весь Дальний Восток регионом, привлекательным с точки зрения гастрономического туризма. Техзадание для рестораторов очень простое. Должно быть в блюде 500 грамм мидий в готовом виде. К ним могут дополняться, они могут быть дополнены соусами, овощами, всем чем угодно. Это уже зависит от фантазии шефа. Есть у фестиваля и еще одна задача – создать культуру потребления местных продуктов. Ведь чем ближе растет, обитает к нам продукт, тем он для нас органичнее и полезнее. Насладиться местным сезонным изыском, приморской мидией, причем по достаточно скромной цене, жители и гости Владивостока и находки могут до 20 мая. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.